Жители Советского района сегодня озадачены не только устройством детей в школу. Напомню, всю прошлую неделю мы собирали вопросы для главы Советского района Владимира Мурысина. Когда будет перерасчет платежей за несвоевременную подачу горячей воды, снесут ли незаконные павильоны? На эти и другие вопросы жители Советского района ответы прямо сейчас. Это вообще разве это умы непостижимых? Хлам, это мусор, тут мухотва, собаки, все это разносится, дети ходят. Я вообще не понимаю, никому дела нет. Дела нет никому до этой свалки на проспекте Металлургов уже лет 15. Все эти годы местные жители наблюдают за тем, как за ограждение из павильонов скидывают отходы. Оказывается, участок в аренде у конкретного застройщика, который никак этой землей долгие годы не пользуется. Мы сделали представление в департамент городосорвейства и управление архитектурой администрации города с просьбой изъять этот земельный участок и передать его другому застройщику, для того, чтобы построить там социально значимый объект. Правда, терпеть запах от многолетней мусорки людям придется еще год-два. Раньше забрать землю у застройщика не получится. Гораздо быстрее проблема решится на Воронова 15. Тут на месте детской площадки появился павильон. То, что касается конкретного вопроса размещения павильона во дворовой территории по улице Воронова 15, мы проверили. Павильон стоит, как обычно, незаконно. Сегодня оформляются документы в суд на снос этого павильона. Весь июнь жители советского района ждали, когда дадут горячую воду. А теперь ждут, когда же им пересчитают коммунальные платежи. По закону, из-за несвоевременной подачи воды заплатить люди должны гораздо меньше. Спрашивают, когда перерасчет? Районная управляющая компания «Каражилсервис» нас проинформировала, что такой перерасчет сделан за июль месяц в счетах квитанции, которые сейчас вот направляются потребителям. Сквер Гвардейский. Его реконструкция идет полным ходом. Уже строят футбольный манеж. Из-за него убрали детскую площадку. Местные жители волнуются, а построят ли взамен новую? Мы действительно с учетом организации строительной площадки манежа демонтировали там детский игровой комплекс. И мы его разместили во дворовой территории по улице Тельмана, 30-я. То есть совсем рядышком. А что касается освещения парка и вообще освещения улиц, то в отличие от жителей, глава советского района здесь проблемы не видит. Утверждает, что с этим вопросом давно расквитались. И советский сегодня самый светлый. Кстати, Владимир Мурысин заверил, что на все вопросы, которые редакция новостей ТВК передала от жителей советского района, а их около сотни, будет конкретный ответ каждому адресату. Яна Бугакова, Сергей Камашев, Новости ТВК.